Добрый день! Мы приветствуем вас на площадке регионального информационного центра ЮГРА. По информации специалистов, распространенность ВИЧ-инфекции среди населения автономного округа составляет 1%, то есть каждый сотый житель является ВИЧ-инфицированным. В 9 муниципальных образованиях инфицировано более 1% населения. Какова ситуация с заболеваемостью в нашем округе, мы поговорим сегодня на нашей пресс-конференции. С нами в студии главный врач казенного учреждения Центр СПИД Андрей Ильич Петровец, заведующая эпидемиологическим отделом Наталья Вячеславовна Угаева и заведующая отделом профилактики Анна Никифоровна Новоженова. Добрый день, коллеги! Итак, первый вопрос. Расскажите, каковы данные по заболеваемости на сегодняшний день? Какова динамика по округу? Динамика, если мы говорим по итогам первого полугодия 2021 года, то по сравнению с первым полугодием прошедшего года идет небольшое снижение по заболеваемости на 4%. Но мы в ближайшее время, если не усугубится ситуация по коронавирусной инфекции, все-таки ожидаем, возможно, увеличения небольшого роста заболеваемости в связи с тем, что в прошлом году было очень мало обследовано, было очень мало выявлено в связи с ограничительными мероприятиями, которые проводились в медицинских организациях. В целом же у нас по округу тенденции на протяжении нескольких лет сохраняются, то есть у нас даже доминирует половой путь передачи, и в возрастной структуре также на данный момент доминируют люди в возрасте 40-49 лет, чаще выявляются. Согласно половой структуре также нас превалирует мужское население, то есть она составляет примерно около 60%, на долю женского населения приходится 40%. Так как тематика сегодняшней пресс-конференции касается женщин, я бы хотела остановиться на ней поподробнее. Как же у нас женщины чаще заражаются? То есть в 90% их боли женщины заражаются все-таки половым путем. И в отличие от мужчин, у нас чаще выявляются женщины в возрасте 39 лет, а среди мужчин 41 год чаще выявляются всего. Также можно говорить о женщинах, что по сравнению, например, с десятилетия, то есть доля женщин в общей структуре заболеваемости помаленьку увеличивается. Также увеличивается доля полового пути, то есть она и раньше доминировала, но так и сейчас более 90% доминирующий путь. Женщины обращаются чаще за медицинской помощью. Если мы смотрим структуру обследованных за 2020 год, то среди мужчин и женщин соотношение выявлялось такое, что в 55% всех обратившихся и обследованных на ВИЧ-инфекцию это были женщины, но долю мужчин приходилось 45%. Но если мы смотрим все-таки, кто же выявляется, то выявляемое среди мужчин выше в два раза по сравнению с среди женщин. Поэтому у нас и доля заболевших мужчин в общей структуре выше. Женщины чаще всего выявляются при обращении за медицинской помощью, то есть по клиническим показаниям, например, при обращении к гинекологу, возможно, обращение с анемией, то есть чаще женщины проявляются. Также при обращении за плановой медицинской помощью, например, при прохождении диспансеризации. Также некоторые категории граждан выявляются при ежегодном обследовании, при прохождении медосмотров. Также женщины чаще выявляются просто при обращении за медицинской помощью, в том числе при планировании беременности, то есть обязательно обследование на ВИЧ. Если женщина приходит женскую консультацию и говорит, я хочу обследоваться, готовлюсь к беременности, ее тоже обследуют на ВИЧ-инфекцию. Что касается детей, то у нас уже накоплен большой опыт наблюдения детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. То есть за все года у нас родилось 4795 детей, то есть достаточно много. На данный момент до 18 лет у нас с подтвержденным ВИЧ-статусом проживает около 200 детей. То есть это уже дети, которые сейчас выявились на данном этапе, дети, которые много лет назад выявились, когда только родились, у них подтвержден диагноз, они растут. Часть уже детей, конечно, перешла в категорию взрослых, они каждый год переходят. Что касается профилактики среди детей, то есть мы тоже на основании, так как у нас большая база данных, провели тоже небольшие статические подсчеты и выявили такую тенденцию. То есть если ребенок и мама не получают во время беременности, родов и профилактику ВИЧ-инфекции, то риск подтверждения у ребенка ВИЧ-инфекции составляет 56,7%, то есть достаточно высокий. Но если мама получает и ребенок на всех этапах химиопрофилактику, то риск снижается в 35 раз и составляет 1,6%. То есть достаточно низкий. Но в то же время, обращаясь, когда у ребенка подтверждается диагноз, мы проводим разговор с мамой, и все-таки выясняется, даже из тех, кто получил полный курс профилактики, некоторые создаются, что иногда делали пропуски в лекарствах. То есть если на самом деле посчитать, кто как-то соблюдал все рекомендации врача, то есть регулярно принимал по расписанию, проходил наблюдение, то риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку значительно ниже, чем 1,6%. Так как у нас в качестве ранней профилактики вертикального передачи обследуют всех беременных женщин, то есть на постановке, на учет женскую консультацию и в третьем триместре беременности. Также у нас в округе на протяжении нескольких лет практикуется такая практика и в России обследование половых партнеров беременных женщин. То есть здесь ранняя диагностика идет и предотвращение передачи ВИЧ-инфекции не только ребенку, но и маме. То есть когда женщина встает на учет в женскую консультацию по беременности, ей предлагают пройти обследование ее по официальному супругу или половому партнеру. Если вдруг у мужчины выявляется ВИЧ-инфекция, а у женщины еще анализы отрицательные, то есть женщина это встает на учет, и просто на учет в СПИД-центр, и мы проводим тщательное обследование и наблюдение. То есть она уже не сдает не 2 раза за беременность анализы на ВИЧ, но гораздо чаще, в том числе перед самым родом, чтобы предупредить, если вдруг все-таки произошло, произошло инфицирование мамы, то есть ребенку назначить самую раннюю профилактику. К сожалению, у нас эта практика, что у всех беременных женщин, половые партнеры приходят и сдают анализы на ВИЧ-инфекции, не распространена. До сих пор бытует мнение среди мужчин, как вот нам пациенты тоже говорят, но если у жены все нормально, то есть у нее ничего не выявили, значит у меня все нормально. То есть не знают, что во время прохождения анализов, например, женщина могла не инфицироваться или быть в периоде серонегативного окна, когда она инфицировалась, но анализы еще не показывают положительный результат. То есть мужчины не несут ответственность и сами не приходят и не сдают анализы на ВИЧ-инфекцию. В то же время, в случае выявления положительных анализов у папы ранее, а у мамы отрицательные анализы, мы как бы регистрируем постоянно. Например, в прошлом году у нас было 16 случаев выявления половых партнеров беременных женщин, а в этом году уже 7 случаев подтвержденного диагноза. У данной пары, где выявился половой партнер, мужчина положительная, женщина отрицательная, как бы все закончились уже многие беременность родами, и мама не заразилась, и следовательно дети родились здоровыми. И хотя мы показываем, что у нас достаточно небольшие цифры диагностики ВИЧ-инфекции у мужчин, у половых партнеров, но мы не забываем, что все-таки это благодаря тому, что мы на ранних стадиях выявили у папы заболеваемость, то есть это у нас 16 детей в прошлом году и 7 детей в этом году родились заведомо здоровыми. То есть мы снизили риски, предотвратили случаев вертикальной передачи ВИЧ-инфекции детям. И уточню, правда ли, что этот показатель, я имею в виду вертикальный показатель, в этом году приблизился к нулю или дошел? Да, есть такой показатель годовая вертикальная передача, то есть она судит, сколько заразилось детей из родившихся в данном году. И в данном году у нас случаев выявления ВИЧ-инфекции среди рожденных в этом году ноль, то есть недостаточно. И в прошлом году, по итогам прошлого года, у нас был ниже среднего российского показателя. Хорошо. А скажите, по-прежнему ли фиксируется сдвиг впервые выявленный клиент с ВИЧ в более старшие возрастные группы? Да, у нас, если мы раньше говорили, что возраст чаще выявляется 30-39 лет, то мы в текущем году видим, что уже реально идет сдвиг в 40-49 лет. То есть в этом возрастном категории мы уже выявляем 35% практически. А в прошлом году мы выявляли около 30% в миновозрасте 40-49 лет. И средний возраст впервые выявленного лица в прошлом году по округу составил 40 лет. Скажите, такой вопрос, за время наблюдения вообще. В общем, что кардинально изменилось? Возраст пути заражения, тяжесть последствий. В общем, насколько продвинулась медицина в этом вопросе? Ну, по путям передачи, как я сказала, у нас доминирует половой путь. Просто его доля в общей структуре пути передачи увеличивается. А возраст тоже примерно год на полгода увеличивается, с каждым годом нарастает. Конечно, тенденции в последнее время, что чаще заболеваемость высокая в сельской местности, то есть она отошла до туда. В сельской местности чаще выявляются люди более старшего возрастного круга, и, следовательно, там другие мероприятия. То есть человеку сказать в 45 лет, что нужно пользоваться контрацепцией, в том числе барьерными методами, сказали, да зачем мне уже, мне как бы и так хватит уже, я уже пожил, все хорошо. Конечно, в городах у нас еще выявляются чаще всего в 30-летнем возрасте, но вот эта тенденция, что именно на сельскую местность, притом там не всегда, скажем так, сексуально активное население, то есть они не всегда могут получить информацию, например, актуальную, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается, что нужно обязательно состоять. То есть для них работа врача-инфекциониста, она немножко другого. То есть надо убеждать, что нужно ходить на учет, принимать таблетки, что вот это продолжит жизнь. То есть вот такие моменты. Вопрос актуальный. Скажите, как происходит взаимодействие ВИЧ-СПИ и коронавирусом? Лечение, терапия, выявление профилактики, вот как эти два, две беды сошлись? Да они никак не сошлись, по сути дела считаются. До сих пор еще, так сказать, исследования незаконченными. Но общая картина чаще умирает от коронавируса ВИЧ-инфицированного, который не получает терапию, имеет низкий иммунный статус. Причем это и по всему миру, и по Европе, так сказать, картина, она одна. То есть человек, имеющий достаточный иммунитет, защитный болеет, и, собственно говоря, как все остальные, то же самое касается прививки. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием прививки от коронавируса. Соответственно, если человек привитой, имеет достаточный иммунитет, получает на территорию вирусную терапию, он находится примерно в том же положении, что и вся популяция в целом. То есть для ВИЧ-инфицированных, если у них обнаружен коронавирус, какая-то дополнительная терапия применяется? Нет. Хорошо, уважаемый журналист, у вас есть возможность задать вопросы. Пожалуйста. Среди игроков, компания «Украфа», вы сказали о сдвиге с 30-39 на 40-49. А причина такого сдвига, почему? Ну, во-первых, у нас люди, которые выявлены еще в 90-х, 2000-х, это молодые люди были, они уже повзрослели. И у нас средний возраст проживающего с ВИЧ-инфекцией, то есть выявлено ранее, оно тоже примерно 40 лет. То есть все люди, ну, 40 лет, все люди общаются... То есть это не болезнь молодежи, это просто статистическая такая... Нет, здесь все люди, которые ВИЧ-инфицированы, примерно общаются в своем круге. То есть каждый в своем возрасте, у них знакомый свой возрастной круг имеется, да. И так как число источников в среде 40-49, там 30-39 уличница, и они именно сражаются в этом, среди своих знакомых в этом же возрасте. И с возрастом отношение к барьерной контрацепции меняется, очень сильно меняется. Если молодые люди как бы используют презерватив, знают, что, как, то есть они всегда есть. А ближе к 40-х годам, например, кто не... Хотят еще ребенка родить, да, то есть они отказываются вообще от какой-либо контрацепции. Или, например, на другую виды контрацепции переходят, например, на внутриматочные спирали, да, уже у многих женщин к этому возрасту стоит спираль. А то, что еще стареет, сдвиг идет, у нас идет выявление среди лиц старше 50 лет. А там уже есть свои гормональные изменения, которые не предполагают уже беременность, поэтому можно не предохраняться. Так я сказала, тоже вот в сельской местности, да, у нас идет развитие заболевания, там тоже доступность барьерных методов крайне ниже, например, чем у нас в городе Патии, в любой супермаркет, в любой магазин, доступность низкая. И стоимость там тоже, конечно же, уже другая у всех этих метров. Еще я вопрос, вы сказали, что бывает ситуация, когда женщина сдала анализы, но в некое окно попало, и она инфицирована, но анализ ничего не показал, поэтому партнеры ей говорили, что все хорошо, но я ничего не буду. Возможно, ситуация, когда и партнер тоже сдает анализ, тоже попадает в окно, и они оба по анализу, все хорошо, а потом кто-то один или оба оказывается заболевшим. Ну, такая ситуация, конечно, возможно, теоретически возможно, тем более у нас партнер сдает один раз во время беременности, а женщина два раза, минимум два раза сдает во время беременности. Но вопрос, кто вот только заразился, скорее всего, кто-то находится в период сфере негативного окна, скорее всего, один из партнеров, а второй партнер, скорее всего, неинфицированный. То есть, чтобы оба находились, сказать так, в периоде сфере негативного окна, у нас таких случаев не было. Им надо иметь один источник. Да. Одномоментное заражение. Достаточно, учитывая половой путь, один источник для первой и второй половины. Я немножко дополню первый вопрос, если позволите. Значит, прозвучала цифра, что у нас больше 90% женщин заражаются половым путем, да? И вы услышали, что старше 40. Теперь смотрите, давайте зададим простой вопрос. От кого они заражаются? Они заражаются от мужчин. При этом у нас существует так называемое лечение как профилактика. То есть, давным-давно, собственно, последние 5, наверное, 7 лет уже известно, что вовремя назначенная антиретровирусная терапия позволяет достичь неопределяемой вирусной нагрузки, достаточно иммунного статуса, чтобы не развивались заболевания. Но так называемое N равно N. То есть, неопределяемая нагрузка позволяет интерпретировать ВИЧ-инфицированного как незаразного. То есть, половой партнер, имеющий неопределяемую нагрузку, по идее, безопасен. Соответственно, контакт с ним, даже половой, даже незащищенный, не должен привести к заражению. Отсюда мы приходим, что существует какой-то пул пациентов, которые либо недостаточно адекватно принимают терапию, либо просто ее не принимают. Соответственно, являются тем самым источником заражения, который позволяет поддерживать в женской среде вот этот, так сказать, определенный тонус. Собственно говоря, то же самое касается и коронавируса. Мы четко знаем, что они привитые, имеют вот такую возможность ходить и заражать привитых. Даже, как сейчас выясняется. И, собственно, здесь то же самое. То есть, если человек, еще раз возвращаясь, получает антиретровирусную терапию, зная о своем диагнозе, и имеет полового партнера неинфицированного, соответственно, если у него неопределяемая нагрузка, он его не ставит в рис заражения. Вот. То есть, еще одна сторона медали. И немножко возвращаясь, опять же, это чуть-чуть будет сумбурно, может быть, да, попытка ответить, как вы говорите, на все вопросы одномоментно. Вот тот самый процент заражения детей, который снижается у матери, когда ее назначают профилактику поражения плода до полутора процентов, да, ну там 1,6. То есть, здесь есть еще один тонкий нюанс, в каком плане вопрос, когда мать выявлена с диагнозом. И здесь мы сталкиваемся с чем? Если диагноз поставлен до текущей беременности, и женщина получает антиретровирусную терапию, и имеет до наступления беременности неопределяемую нагрузку, риск положения поражения плода 0,2%. То есть, практически, 0. Фактически, ну, статистически, да. А дальше уже речь идет о женщинах, которые выявлены в течение текущей беременности. И, соответственно, если профилактика, чем позже она назначена, тем выше риск поражения плода. Вот и все. То есть, здесь другой математики нет. И тут мы опять возвращаемся к той самой Н равной Н. То есть, неопределяемая нагрузка является равнозначной, что не заразной. То есть, чем раньше, тем меньше риск поражения. И получается, что мы должны, собственно говоря, каким-то образом найти всех мужчин, которые являются в нас вичинфицированными, и попросить их принимать антиретровирусную терапию достаточно адекватно, чтобы они достигли неопределяемой нагрузки. У меня один вопрос. Ирина Портова, газета «Новости Юбры». А не выявляли случаи, когда мать отказывается лечить вичинфицированную? Да. Есть такой случай? Конечно. У нас каждый год это есть. А законодательство не урегулировано данный вопрос. Их называют либо вич-диссидентами, если у нас есть примеры, когда мать не принимает антиретровирусную терапию сама, не веря в то, что у нее диагнозы, соответственно, не дает назначить терапию ребенку. По законодательству нерожденный ребенок не является приложением, соответственно, каких-либо законов, то есть он еще не рожден. И, соответственно, профилактику матери каким-то образом юридически мы назначить не можем, то есть ее добровольное согласие. А вот уже отказы матери в даче, так сказать, препаратов ребенку здесь, понимаете, как у нас же дети после родов содержатся, ну, редко до недели, обычно три дня в родноме. А профилактика у нас месячная. То есть в любом случае препарат отдается на руки матери и объясняется, каким образом давать, когда приносить, завешивать и как регулировать дозу. То есть это отдается ей на откуп. И как бы, если мать с этим соглашается, то соглашается. И на ННГ мы сталкиваемся, да, с тем, ну, это буквально один-два случая на весь округ, когда она отказывается давать терапию. В этом случае, собственно, да, мы обращаемся в суд. Но достаточно сложно сказать, чью сторону примет суд, потому что у нас были и выигрышные дела, и проигрышные дела по данному случаю. То есть, ну, да, выдается предписание суда, отдается, собственно говоря, на исполнение, но не всегда выполняется. Поэтому мы периодически имеем так называемые поздние случаи выявления. То есть когда ВИЧ-инфекция у ребенка выявляется в 3, в 5, в 8 лет. То есть не в момент, когда она вот рожала. И это же, собственно, касается тех случаев, когда она отрицательная в родах. То есть когда она дважды за беременность обследована, и она отрицательная, а половой партнер либо не обследован, либо тоже отрицательный. Соответственно, никто не видит риска заражения. А потом, например, грубо говоря, в 5 лет обращается ребенок там с лифоденопатией или с кем-либо сторонним заболеванием, и выявляется, что у ребенка ВИЧ-инфекция, потом по ребенку возвращаются родители, обследуются. Ну, то есть вот эти вот цепочки, они каждый год у нас есть. Не в таком количестве, слава тебе, Господи, который был в первые годы возникновения и регистрации ВИЧ-инфекции в нашем округе. Но они имеют место быть. Хорошо, такой вопрос. У нас со стороны медицины, скажем так, есть очевидные позитивные моменты. А скажите, меняется ли что-то в обществе, я имею в виду отношение к здоровым, к ВИЧ-инфекциям? Вот я думаю, на примере подростков на Манна Никифоровна, это очень красиво рассказывает. Да, такой, знаете, вопрос на самом деле сложный. То есть о нем можно дискутировать долго. На самом деле, на самом деле это все просто. Нужно просто эту информацию знать, просто через себя ее пропустить и понимать элементарные вещи, что ВИЧ в быту не передается, что да, это инфекционное, но не смертельное хроническое заболевание. Поэтому все, что касается точки зрения именно медицины, это заболевание, которое поддается контролю. И люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, они именно даже не болеют этим заболеванием. Этот вирус у них есть в организме, но при этом благодаря антиретровирусной терапии у них сохраняется качество жизни. Как вы слышали от моих коллег, они имеют возможность создавать семьи, рожать здоровых детей, продолжать работать, учиться, путешествовать. В общем, каких-то либо ограничений нет. Все дело в точке именно психологической, потому что у наших пациентов именно очень развита вот эта вот самая стигма. То есть они считают, что у них просто как клеймо на лбу. И вот они боятся говорить о своем диагнозе, они боятся, что где-то в садике, где-то в школе об этом узнают. И общество, да, то есть очень часто реагирует, мягко говоря, не очень дружественно, а иногда откровенно враждебно. Причем, ну, даже нельзя взять какую-то отдельную сферу, что где-то есть такое-то толерантное отношение, понимание, начиная от наших, к сожалению, коллег медицинских работников, заканчивая специалистами образования, просто окружением, соседями. Всегда есть такое недопонимание и даже нежелание понимать, я бы так сказала. Поэтому у нас, скажем так, работы еще достаточно в этом плане, именно информирование. И просто нужно уделить 20 минут времени самому обследоваться, потому что, ну, это реально так, ВИЧ-инфекция, она вообще не выбирает, она вообще касается абсолютно каждого, потому что очень... Может быть, еще в этом, кстати, вот сейчас как-то вот в ходе вот наших бесед, что очень сложно как раз людей в возрасте от 40 и старше вот переубедить в чем-то, в каких-то вот своих устоях, в тех знаниях, которые мы считаем. У нас уже у всех образование, мы все состоявшиеся люди в своей, ну, профессии. И мы считаем, что мы, в принципе, уже можем анализировать информацию и убедить нас в обратном на самом деле сложно, да? Это даже не просто ВИЧ-инфекция, это просто постарайтесь там свою маму, папу или, я не знаю, своего знакомого убедить в чем-то, во что он верил там 10-20 лет. Вот и получается, что как раз люди от 40 лет и старше, они уже знают, что вообще они все про все знают, в том числе и про ВИЧ-инфекцию, и про коронавирус, то, что вы говорили. И поэтому, когда мы сейчас этих людей убеждаем, а эти люди, это, ну, получается, наши сверстники, мы выходцы как раз в 80-90-х, когда мы все считали, что ВИЧ и СПИД это одно и то же, и мы все умрем, да? Песня-то даже была такая знаменитая. Но за эти 20 лет много чего поменялось. Поменялись, вообще появились новые препараты, появилось отношение совершенно другое к нашим пациентам. И поэтому мы вот на вот этом пути становления и переключения сознания в плане ВИЧ-инфекции. Причем это все страны через это прошли. Просто ВИЧ-инфекция по сравнению там с теми же Соединенными Штатами, ну, пришла к нам в наш Советский Союз, ну, на десяток лет позднее. Поэтому все вот это вот гонение, там, я не знаю, клеймение этих людей, что их нужно, каких только не было, знаете, в обществе, какие только теории не возникали, что нужно их отдельно куда-то на отдельный остров свозить или там какие-то, я не знаю, вышивки им на какую-то одежду, чтобы они выделялись. А зачем? В быту ВИЧ не передается. Есть только несколько жидкостей, опасных в плане заражения, в которых ВИЧ присутствует в том количестве, чтобы была возможность заразить другого человека. Это кровь, это половые выделения, влагалищные секреты, сперма и предыкулят. И, конечно, грудное молоко во время, ну, во время кормления тоже передается. Если вы с человеком не собираетесь обмениваться этими жидкостями, то, пожалуйста, общайтесь, поддерживайте дружеские отношения, вместе можно мыться в бассейне, дружить и так далее. Поэтому нужно это понимать, разговаривать со своими детьми, потому что, раз уж наша тема именно женщины и дети, дети еще более уязвимые. Вот буквально, ну, вы, наверное, меня хотите спросить, да, про слет? Есть такой чудный человек, Светлана Изымбаева, у нее фонд. Это одна из первых женщин у нас в России, которая не побоялась открыть свое лицо, свой статус положительный. И она поняла, что очень сложно кому-то что-то доказывать. И поэтому она создала свой фонд, и основное детище ее фонда – это слет для ВИЧ-положительных подростков. Со всей страны она туда приглашает детей, причем это все исключительно на какие-то пожертвования, на спонсорские деньги. И это, можно сказать, такое, как дружественный пионерский лагерь, но это не просто какие-то викторины, квесты и посиделки у костра, что, в принципе, это нормальная форма работы для детей, во всех пионерских лагерях так этими занимаются. Но почему-то ВИЧ-инфицированные дети, они, скажем так, они как, ну, изгои в этом плане. Вот поэтому Света их собирает в этом лагере. Вместе с ней в паре работает в тандеме врач-инфекционист Катя Степанова. И вот эти вот специалисты, они в неформальной обстановке, с психологической точки зрения поддерживают этих ребят. И они им на пальцах объясняют, вот буквально у них игрушки Лего, и они с помощью конструктора Лего объясняют им, как действуют таблетки. Почему-то, потому что как раз в подростковом возрасте, ну, у кого есть дети, сами понимаете, просто ангину одну вылечить надо, там, антибиотики попить 7 дней, и то нужно стоять, что, пожалуйста, тебе это нужно обсуждать. А тут пожизненная терапия, ребёнку пожизненно нужно принимать эту терапию. Поэтому как раз в подростковом возрасте ребята самые такие уязвимые, когда вот начинается вот это вот отрицание всего, не хочу, не буду, а если не будет препаратов, то, в принципе, просто как снежный ком, начнутся проблемы со здоровьем развиваться. Вот, и, собственно, через вот это вот понимание, когда объясняют на пальцах и в виде игры, почему это важно, если хочется тебе продолжать обучение, строить отношения, сексом заниматься для подростков, эта тема тоже очень актуальна, но мало кто готов об этом говорить. Вот на таких вот мероприятиях, собственно, в таком формате необычном проводятся вот эти вот, скажем так, лагеря с 17-го года, и в этом году у нас у специалистов появилась такая возможность, мы тоже туда съездили как помощниками, как вожатыми, посмотрели, как обмен опытом было. И нам очень-очень бы хотелось, у нас вот такие планы, вот поделимся с вами, что на следующий год нам бы очень хотелось организовать что-то похожее, ну, у нас для наших детей именно в округе. Поэтому вот будем стремиться к такому проекту масштабному. Продолжая тему позитивного опыта, проект «Все просто», который уже реализуется, расскажите о его целях и задачах, как он, собственно, протекает. Ну, это вот, собственно, вот этот вот слет, о котором я говорила для подростков, он реализуется, это просто инициативная группа неравнодушных людей, которым хочется сделать немножечко, чуть больше, чем позволяет вообще наша система, и вот данное вот общество. Поэтому это очень актуально, очень важно. Дети просто, понимаете, они, вот так было интересно наблюдать, они просто как будто из своей скорлупы просто выходят. То есть это от 10 до 17 лет это были ребята, и сначала они настолько закрытые, настолько, вот я не знаю, зажатые в себе, потому что они им с детства всегда говорили, не смей никому рассказывать, что у тебя ВИЧ-инфекция, это так вообще опасно, это так страшно. А потом, когда дети постепенно раскрывались и понимали, что можно говорить, оказывается, об этом, ты в своей доверительной среде, и слышать от детей, от подростков иногда жуткие истории о том, что как их реально откровенно шантажируют учителя, допустим, или там где-то даже есть какой-то медицинский работник, который говорит, что я там буду делать какую-то там, не знаю, процедуру, но при этом реально одевает какой-то противочумный костюм. И ребенку в 11-12 лет он уже начинает знать свои права, и он нам, взрослым, объясняет, что взрослые нарушают права ребенка тем самым, ну, скажем так, делая такие не совсем адекватные поступки, на мой взгляд. Поэтому это очень важно, об этом нужно постоянно говорить, заниматься, ну и нам с вами прислушиваться и эту информацию доводить, в том числе, и для своих детей, я так считаю. Скажите, могут ли подключиться к этому проекту волонтеры наши? Что для этого нужно, если да? Да, у нас в планах, чтобы волонтеры тоже в качестве вожатых, скажем так, присоединились, но вы должны понимать, что это будет довольно-таки такая закрытая вечеринка, потому что ребята, участники и их родители, опекуны, они, конечно, в первую очередь будут переживать, будут бояться о том, чтобы эта информация просто не просочилась в интернет, ну, чтобы просто элементарно, чтобы не узнали о том, что у этого ребенка есть ВИЧ-инфекция. Поэтому мы сейчас просто об этой, ну, эту информацию доводим. В первую очередь нам хочется с помощью СМИ довести информацию именно до ребят-подростков, до родителей-опекунов. Если все-таки вот есть у вас такое желание, такая вообще, ну, возможность принять участие в этом мероприятии, нужно, можно сначала в интернете просто посмотреть много сейчас различных роликов рекламных, вот проект называется «Все просто. Света и Замбаева». Поэтому можно непосредственно, на нашем сайте у нас есть телефоны, они размещены, поэтому, пожалуйста, звоните или к своим педиатрам обращайтесь, у которых вы наблюдаетесь в центре СПИД или там в консультативно-диагностических каких-то кабинетах. И специалисты владеют этой информацией, даже вот тоже пользуясь случаем 25 июля, то есть это, ну, вот в эту субботу, да, 25-е, в час времени по Москве, Света и Замбаева, она будет проводить, ну, как школу онлайн через Zoom. И на этих школах пациента тоже именно для подростков и для родителей, для опекунов очень много полезной информации дается, и просто ребята начинают общаться. Потому что не секрет, что сейчас все подростки, если нужно ребенка позвать на ужин, то лучше через соцсети ему напиши, он быстрее на тебя среагирует, чем там просто позвать. Вот. И поэтому любой ребенок или опекун, или родитель может присоединиться к этой школе, поэтому, пожалуйста, если есть такое желание, то звоните нам, мы вам координаты, ну, дадим. Как бы просто ссылку на эту группу не можем выставить, чтобы, ну, чтобы не было каких-то просто любопытных. То есть хочется, чтобы это было целеваемо на аудитории. Да, и тогда в таком случае просьба, разместите доступную информацию вот в комментариях под трансляцией, которые... Да, хорошо, обязательно. Чтобы мы смогли посмотреть. Да, и телефоны, и контакты, да, обязательно выставим. Редактор субтитров А.Семкин